Итак, ситуация в Эдлибе сейчас остаётся одной из самых напряжённых в Сирии. Как отмечают в Минобороны России, обстановка обостряется из-за турецкой военной техники и армейских подразделений, которые стягиваются в эту зону деэскалации. О том, что сейчас происходит в Эдлибе, узнаем у нашего военного корреспондента Евгения Подубного. Он единственный из российских журналистов, сейчас работает в этом районе и сумел выйти с нами на прямую связь. Женя, здравствуйте. Итак, какова обстановка на эту минуту? Эрнест, здравствуйте. Турция действительно увеличивает своё военное присутствие в зоне деэскалации Эдлиб. И это негативно ли влияет на обстановку на линии соприкосновения? Давайте обо всём по порядку. Турецкие военные поддерживают артиллерии боевиков, которые пытаются контратаковать подразделения сирийской армии, что находится в населённых пунктах у трассы М-5, которая соединяет северную столицу Сирии, Алеппо и Дамаск. Причём уже есть видео подтверждение. Работают самоходные артиллерийские установки, работают реактивные системы залпового огня вооружённых сил Турции. При этом боевики после артиллерийских обстрелов идут в атаку. По данным военной разведки Сирии, в зоне деэскалации Эдлиб уже находится около 90 турецких танков, определённое количество бронеавтомобилей. Турция продолжает перебрасывать дополнительные силы и средства. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации распространило кадры, которые сняты с беспилотного летательного аппарата. На кадрах видны масштабы переброски сил через сирийско-турецкую границу и, собственно говоря, в зону деэскалации Эдлиб. Обстановка там остаётся крайне напряжённой. Накануне боевики целый день пытались атаковать позиции бойцов сирийской армии. И вот какое заявление сегодня сделали в российском оборонном ведомстве. Реальной причиной кризиса в Идлибской зоне деэскалации является, к сожалению, невыполнение нашими турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов Джабхат Ан-Нусра и Хурас Аддинг. Действительно, как мы можем судить, в атаку идут боевики радикальных исламистских группировок, которые превалируют в зоне деэскалации Эдлиб, они пользуются и турецким военным присутствием, по сути, прикрываются турецкими военными для того, чтобы атаковать как военные объекты Сирийской Арабской Республики, так и мирные кварталы тех населённых пунктов, которые находятся на линии соприкосновения зоны деэскалации Эдлиб. Более того, используют современное западное оружие, которое было переброшено Турцией в Эдлибскую зону, в частности, в распоряжении боевиков террористических группировок появились переносные зенитно-ракетные комплексы. Я напомню, что накануне сирийский вертолёт был сбит при помощи ПЗРК. Эрнест. Женя, спасибо за ситуацию в сирийском Эдлибе, куда Турция стягивает свои силы, следит наш военный корреспондент Евгений Подубный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!